Куда катится саратовский электротранспорт? Этот вопрос каждым годом становится все сложнее. Время идет, техника стареет. Сегодня лишь каждый пятый трамвай или троллейбус новый. Всем остальным машинам далеко за 20. Износ парка колоссальный. Добавить ложку меда в бочку дегтя должна всероссийская программа обновления общественного транспорта. В Москве для регионов нашли полмиллиарда рублей. Их потратят на субсидии при закупке техники. Минимальную часть затрат на себя возьмет федеральный центр, а львиную долю должны внести местные власти. На сегодняшний день в рамках данной программы, которая утверждена из федерального бюджета на один троллейбус, будет софинансироваться из федерального бюджета 1 миллион рублей, а трамвайный вагон 3,5 миллиона рублей. Поэтому, когда мы получим заявки и сформируем общую заявку, мы рассмотрим уже свои возможности и будем участвовать в этой программе. Новый трамвайный вагон стоит больше 20 миллионов, поэтому помощь из центра – это капля в море, уверяют в гор-электротрансе. Денег сегодня не хватает даже на ремонт подвижного состава. Что уж говорить о покупке нового. Предприятие уже который месяц работает в убыток. Это морально не очень приятно, работать на старом подвижном составе. Вы сами понимаете, не только с техникой, а с чем угодно. Даже он элементарно рубашку тоже, когда она надоедает, даже если ее еще можно носить как-то, хочется кто-то и другой. Но деться некуда. Мы вынуждены это делать. А вот министр промышленности Сергей Лисовский федеральную программу поддерживает на все сто. Правда, на ситуацию он смотрит со своей колокольни. Решение российского правительства о поддержке общественного транспорта в регионах – хороший шанс для Энгельского троллейбусного завода получить большой заказ. Такие меры поддержки стимулируют производство. В 2011 и 2014 годах поддержка не действовала. Выпуск троллейбусов составлял 98 и 131. А вот в 2009 году, когда действовали форумы поддержки – 421, в 2012 – 260, в 2013 – 399. То есть разница огромная. Подобную программу успешно реализовали несколько лет назад. Тогда из федерального бюджета к нам пришло 70% средств, а местный бюджет вложился, соответственно, на 30. Именно в это время в Саратове появились вот такие новенькие трамваи, которые сегодня можно увидеть на третьем маршруте. Будет ли пополнение парка в этом году, сказать пока сложно. Роман Гальперин, Алексей Чузов. Новости. Телеобъектив.